Всем привет! Вот как видите имею вот такие электроприводы для откатных ворот итальянского производства. Одна старее модель, другая новее. Практически они отличаются только визуально и электрическими платами. Обе электроники работают на радиочастоте 433,92 мегагерц. В старее электронику вбиваются команды в систему при помощи вот таких микриков, дипов, а уже в новее электронику вбиваются команды при помощи введения кодов в систему. Вот такое отличие. Отличается еще тем, что старая электроника работает с пультами такими как топ 434 на топ 432 е и так далее и поддерживает инновационную систему кодировки. Это уже топ постоянного кода. А новее электроника работает уже с брелками немного другими. Топ D4RBS, AT04EV и так далее. И уже поддерживает и инновационную систему кодирования там, с переменным кодом. А брелки подходят что к одной электронике, что к другой и двухканальной и четырехканальной без проблем. Данная электроника выглядит внутри вот так и как видим между электрониками практически отличия особого и нет. Начнем разборку с пластиковых крышек. Чтоб снять эту крышку нужно повернуть ключиком вот этот замок в правую сторону, открыть защитную крышку и тогда откручивается один здесь шруп и можно крышку открывать. И как видим мы добрались до самой платы так сказать блока управления электроники. Дальше откручивается с обоих сторон два шрупа и снимается главная крышка на нашей электронике. В крышке ничего нету, пустота. Есть еще боковые крышки вот такие пластиковые, которые созданы для эстетичного вида, чтобы не было видно вот этих регулировочных болтов. Итак следующее что делаем это откручиваем защитную крышку и демонтируем микро включатели. Снимаем крышечку и как видим здесь стоят вот такие просто стандартные трехконтактные механические микрики. Вот и все. Отключаем микрики, то есть снимаем их, а также и саму спрунджинку. Дальше откручиваем сам кронштейн от корпуса электроники. Здесь пластик больше ничего нет. Здесь как видим установлена приводная шестеренка и стоит защитная крышка. Сейчас ее снимем. Как видим шестеренка здесь установлена серьезная, надежная, металлическая. Поэтому данная электроника отслужила 10 лет, а шестеренка как новая. Вот и все. Крышечка, смазка старая, больше ничего нет. Дальше демонтируем сам конденсатор. Вот такой стоял конденсатор. На данной контактной колодке подключается сам электродвигатель, а также и конденсатор. Итак, отключили конденсатор, а также электродвигатель. Дальше у нас фишка от трансформатора. Отключаем, а также и фишка, которая управляет микриками. Вот и все. Дальше снимаем саму плату. Плата снимается вот таким образом и выглядит она вот так. На плате есть установлена дополнительная плата для радиосигналов, чтобы можно было управлять пультом данную электронику с большого расстояния. Дальше демонтируем сам трансформатор. Вот такой стоял трансформатор. В данном трансформаторе есть медь. Если кому-то интересно как разобрать электротрансформатор любой конструкции и извлечь с него цветные металлы, можете посмотреть, у меня на канале есть видео, я там все об этом рассказываю и показываю. Итак, дальше убираем всю проводку с микроконтактами, а также и сам электродвигатель. Вот таким принципом. Вот такой стоял электродвигатель на данной электронике. Как видим на данном электродвигателе установлен вот такой червячный шкив, при помощи которого приводилась в действие вот это главная шестерня. Дальше снимаем еще один механический микрик, который существовал для безопасности, если мы открывали вот эту крышку задней части электроника от сериала питания. Дальше снимаем боковую стенку с каркаса электроники. Дальше откручиваем блокировочный винт привода электроники и выкручиваем последний наш руб. Вот такая была пластиковая стенка, на которую все крепилось. Дальше демонстрируем вот эту дверку. Вот такая была дверка, вот с таким замком. Итак, дальше разбираем сам корпус. Вот наш корпус разделился вот на такие две части. В этой части уже ничего нету. В этой части как видим есть приводная шестеренка внутри. Вот так она выглядит. Видим, она из пластика. Итак, немножко очистил от смазки. Выбираем шплинт и разбираем дальше. Вот такая деталька. Вот сама шестеренка из пластика. Вот таким принципом она была устроена, так сказать, вмонтирована между вот этими двумя шайбами. Вот такая деталька. Вот так все выглядит внутри. Как видим, есть еще один шплинт. Вот этот. его выбираем. Снимаем вот такую шайбу толстую и снимаем сам корпус. И вот получилось вот такой вал с шестерней. Чтобы шестеренку снять с вала, вот здесь есть такой вот шплинт. Видите? Трубка конусная. Надо ее выбить. Итак, все разобрали. Осталось разобрать электродвигатель. Он разбирается вот таким принципом. Если кому-то интересно, как выбрать медь из статора, ротора, якора, у меня на канале есть видео. Можете посмотреть. Вот и все. Вот якорь. Вот статор. Ну что, смотрим окончательный результат. Вот сколько меди с трансформатора. Вот сколько меди со статора. Итак, смотрим дальше. Оставил вот рабочие хорошие детали. Пусть будут. Может пригодятся где-нибудь в жизни. Ну что, смотрим дальше. Сколько же было черного металла, железа. Как видим, черного металла в данной электронике было 6 килограмм 100 грамм. Смотрим дальше. Как видим, алюминия в данном блоке управления для ворот было 2 килограмма 600. Как видим, у меня данные весы многотоннажные и они нам одного килограмма не покажут. Поэтому мы сначала свесим вот эту металлическую болванку. И та разница, которая будет в весе, это и будет вес меди. Итак, смотрим же сколько было меди. И как видим, разница в весе у нас 800 грамм. Получается, меди было в данном блоке 800 грамм. Вот как-то так. Я думаю, видео было интересно и мне и вам. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.